тут люди спрашивают почему ваш котик тюря такой откормленный такой шерстяной чем вы его таким особенным кормите я вам скажу чем мы его кормим секрет то небольшой но на самом деле он такой толстый и шерстяной только к зиме летом он худой ходит как велосипед но это достаточно интересная вещь что вот они набирают шерсть теряют шерсть кстати поэтому их шерстяному покрову можно определять какая будет зима и даже определять когда она кончится когда начнется то есть вот если видишь что он еще недостаточно опушился а уже вроде ждем зимы это ничего не значит лучше нас знает когда она начнется поэтому пух у него будет основной и вот так когда настоящие морозы наступит сейчас вот прямо видно я вам по березе показывал что по березе видно что еще не пора морозом и действительно три дня назад я вам сказал что будет еще тепло а вчера уже и гидрометцентр объясняет ну и пока то видно что он еще не набрал шерсти до конца и поэтому еще у него все впереди ну что во первых он у нас кот рабочий то есть мышей и крыс он ловит причем ловит иногда по заказам матушка его в этом году напали на морковь мыши а морковь чуть-чуть в другом конце огорода вот она его повела посадила показала что здесь надо поймать с утра он притаскивает еще вот такую крысятину вот и потом еще несколько дней сидел на этой грядке с моркови так что он рабочий кот но я вот прямо вот не могу сказать что он их ест почему-то каких-то может быть и ест каких-то он приносит нам вот когда его заставляешь выловить мышь там в доме или где он обязательно выловит голову откусит и покажет нам сюда все поработало все и начинается у него требование еды маглые когда он приходит с добычей он требует своей еды очень так громко и уверенно что же он у нас такое особенное есть в общем-то самое простое мы покупаем самую дешевую какую найдем рыбу в магазине единственное что стараюсь все таки как бы она свежие было ну там какие-то потасу потасу в основном берем время от времени я какую-то в салаку ему пару раз когда он заслужил своими съемками похвалы от вас то я купил ему салаку купил ему значит каких-то обрезков там от красной рыбы правда красной рыбы оказалось когда ее вынули из пакета и промыли белая то есть там явно краска была и честно говоря не больно то он ее есть и захотел но салаку свежие съел с большим удовольствием так что вот рыба и три четверти каши вот так мы варим кашу варим рыбу смешиваем все и он с удовольствием ест каши любая овсяная гречневая пшенная ячневая ест все вот с картошкой может ну в общем ближе бы была маленькая рыба в месяц он у нас съедает килограмма три этой наверное рыбы и мы с матушка в большом убеждении что натуральная такая еда для него полезнее чем магазинные матушка вот работала в магазине в зоомагазине и там очень многие покупают еду для кошек да еще говорят вот он не может другой все он у нас отказывается я боюсь что это какие-то добавки специальные туда вкладывают чтобы они привыкали поэтому кошки не могут от нее отказаться а в натуральной нет никаких добавок рыбе единственное что делаем мы понимаем что могут ее обрабатывать когда мы ее вот промываем хорошенечко иногда еще и в соде держим вот в такой чтобы вот если какая-то в ней в пищевой соде вот потом промываем еще раз и уже тогда варим так что кормите котиков натуральной пищей они вам будут благодарны и будут теплые как тюри кстати собираемся завести канал для тюри потому что уж больно он любит разговаривать со всеми я решил что вполне можно ему открыть свой канал и пусть мурлыкает это будет снимать депрессию и будет людям помогать тем у кого кошек нет иметь с ними отношения все спасибо за внимание